Всем привет, дорогие друзья! Прямо сейчас нахожусь на просторах огромной территории под названием Ганинская ферма. Здесь расположены вот такие вот небольшие модульные домики, очень интересные, сделанные из фанеры, не нашего производства. И огромнейшая территория, где есть спа-комплекс, ресторан, смотровая башня. То есть все-все-все здесь есть на этой территории. Вы всегда сможете здесь полноценно отдохнуть, провести время с пользой и теперь еще и попариться в нашей банке прямо здесь. У этого комплекса есть как минимум две огромных территории, очень много гектар земли. Расположено все это на прекрасном озере. Там есть лодочная станция, где можно поплавать и на лодочках с семьей и друзьями. Я сейчас нахожусь на той территории, где, я так понимаю, еще идет застройка. В том числе мы здесь как раз ставили баньку, которую вы сейчас скоро увидите. Загородный комплекс этот открыт в 2021 году. И сейчас есть такое желание, на самом деле, после того, как я здесь побывал, пока мы строили баню, уже приехать сюда как отдыхающий, провести здесь время. И, конечно же, попариться в баньке собственного производства. Ну и давайте пройдем к нашей бане. Здесь получается ворота, въезд. И вот по этой территории мы идем к нашей бане. Поехали. Территория украшена елочками, идеально ровный газон, уютная обстановка. Здесь мы проходим сейчас по помосту. Вот так вот он выглядит. Итак, мы подошли к нашей баньке. 8 на 5 метров выполнено полностью по индивидуальному проекту со стройкой на участке. То есть данная баня строилась с полного нуля. Привозились сначала все материалы. Мы беремся иногда за такие заказы. В основном, конечно, мы большую часть наших бань и домов делаем в цеху и доставляем в готовом виде. Но у нас есть несколько бригад, которые работают именно на выездах. И в данном случае мы решили, что должны здесь сделать баню и внести свой вклад в эту чудесную территорию Ганинского отеля. Итак, отделка бани снаружи. Это завальцованная доска с зазором, которая обработана составами текурила винха в несколько слоев. Контробрешетка, соответственно, чтобы был вент-зазор. Баня установлена на свайно-винтовом фундаменте. И перед баней у нас вот такая терраса 3,3 на 5 метра. Выполнена из ДПК. Здесь достаточно много места на террасе. Я думаю, что заказчики здесь расположат обязательно какую-то мебель. А может быть и купель здесь будет установлена. Посмотрим. С торца бани у нас имеются два входа. Основной вход – это двусторчатая распашная дверь, стеклопакет. И одностворчатая еще одна дверь есть. Ламинация у нас выполнена двухсторонняя. И также тонировка всех стекол в этой бане. Вот эта одностворчатая дверь у нас ведет в такую небольшую прихожую. Она сейчас немножко завалена, потому что еще ведутся финишные работы. И отсюда с прихожей мы можем попасть в комнату отдыха. А вот эта следующая дверь, которая двойная, распашная, ведет сразу же нас в комнату отдыха. Прекрасную, просторную и красивую. Также на лицевой стороне бани у нас установлено четыре фасадных уличных светильника в черном цвете. И две розетки влагостойки. Баня оборудована у нас вот таким вот козырьком. На самом деле он не только защищает от осадков, очень удобно открывать дверь, когда идет дождь. Но и придает бане внешний вид определенный. Чем и отличаются модульные бани, которые в цеху изготавливаются, от тех, которые можно собрать на участке с нуля. То есть, когда мы собираем баню у вас на участке, мы можем сделать ее полностью индивидуальную, с вашими размерами, с вашим дизайном, по вашим требованиям. Соответственно, мы можем увеличить высоту бани, как здесь и сделано, в чистом виде внутри бани. Мы сейчас посмотрим, там 2,7 метра у нас. Так что, если вам нужна уникальная баня, все ссылочки у нас в описании. Каталог можно скачать у нас в телеграм-канале, который также будет в описании к этому видео. Смотрите, какие фасадные огромные панорамные стекла установлены в данной бане. Здесь у нас их 2, которые у нас установлены в комнате отдыха. И одно стекло закаленное в парной. А с торца бани у нас есть одно такое секретное помещение. Сейчас я вам покажу, а вы пока напишите в комментарии, что это за помещение. Наверное, многие догадаются. Итак, открываем наше секретное помещение. Давайте жду в комментариях ответы, что же там внутри. А здесь у нас бойлерная. Да, специально сделано, чтобы, естественно, не помешать отдыхающим. Отдельная дверь, которая у нас находится с задней стороны баня, где установлен вот огромный термекс-бойлер на 200 литров, полностью уже готов к использованию. Свет здесь включается. Вот такое вот помещение. И внутри никому не мешает, очень удобно. Сделана также дверь с тренировкой и с номинацией. Выполнено в одном стиле все. Входим в нашу баню дальше. И эта сторона уже без стекол. Единственное, вот вы видите, окошко на фасаде бани для проветривания выполнено. Из санузла, скорее всего. Сейчас посмотрим внутри. Ну, красота же, друзья. Если вы хотите протестировать наши бани, узнать, как они ведут себя в работе, вы можете приехать сюда, в Ганинские фермы. Наверное, ссылочку мы оставим в описании к этому видео, на сайт, чтобы вы могли перейти, записаться, снять здесь домик и попариться в нашей баньке. Ну что, друзья, проходим в роскошную, огромную комнату отдыха. Здесь порядка 17 метров квадратных. Внутри у нас установлено вот такое вот освещение настенное, три светильника. И, конечно, помимо этого еще есть потолочные светильники. Вся проводка сделана ретро открытым способом. Вот так она выглядит. И открытого типа розеточки. Как уже и говорил, из комнаты отдыха можно попасть в такую небольшую прихожую и уже выйти на улицу. И идем дальше. Выключатели розетки у нас в белом цвете. И посмотрите, друзья, какая огромная топка печи у Искандер Ураган М. Вот такая вот большая топка каминного типа. С этой печкой вы сможете наслаждаться горением дров и, конечно же, получать удовольствие от ее функциональности и многообразия. На полу во всей бане у нас идет шпунтованная доска. Отделка внутри. Это вагонка с обработкой защитным составом. И еще обратите внимание на отделку вокруг печи в комнате отдыха. Это тарькохлорид. Буквально ручная работа. Каждый этот кирпичик брали. Сначала промывали, потом наклеивали его на специальное основание подготовленное. И вот таким вот скрупулезным ручным трудом была сделана эта красота, друзья. Если вас заинтересовало, можете обратиться к менеджерам и мы рассчитаем эту облицовку в вашем проекте. Во всех помещениях у нас стеклянные двери на трех петлях. То есть это не дешевый вариант, именно такой понадежнее. Панорамные окна в комнате отдыха. Незаменимая вещь в таком красивом месте. Я думаю, вы тут с удовольствием будете наслаждаться в кругу семьи и друзей теплом и уютом, которые дарят это место. Итак, проходим внутрь и попадаем в такой небольшой коридор. Здесь у нас все трапики съемные, сделана гидроизоляция пола и, конечно же, сливное отверстие. Отделка, как и в комнате отдыха, это вагонка хвойных пород с обработкой. Конечно, окошко для проветривания. В мокрых зонах это обязательно делаем. Чтобы можно было полноценно ухаживать и проветривать баню. Есть еще другая полноценная душевая зона. Еще одно отделение, где также выполнены трапики съемные. И сделано сливное отверстие, чтобы вода уходила. Также в данном помещении установлен душ и выполнена вентиляция. А вот это отделение, это уже санузел. В санузле у нас сделана угловая раковина, установлен унитаз и еще один гигиенический душ. Также в санузле мы сделали окно для проветривания. Напомню, что внутри бани мы полностью выполняли весь монтаж сантехники. Всю полностью разводку, электрики. То есть вся инженерная часть внутри бани. А в парной у нас встречают вот такие вот огромнейшие полки угловые. Где прямо сейчас мы ведем финишные работы и доделываем свежее дыхание в полке. Что это такое? Это отверстие специальное, которое ведет на улицу. Через которое вы сможете получать свежий кислород. Дополнительно в этот чан вы можете положить какие-то травы и наслаждаться ароматом парной. Ну а эта подушка сделана специально, чтобы вам было удобнее здесь лежать. Таким образом она ставится и сюда кладется лицо. Что еще бросается в глаза в этой парной? Конечно, это огромное панорамное окно с видом вот на этот лес. Там вдали виднеется озеро. Здесь вы точно будете наслаждаться, расслабляться и заряжаться позитивной энергией. Под полками у нас выполнено освещение. Парная полностью отделана из ольхи. Вагонка ольха. Сделано, как всегда, окошко для проветривания, вентиляция. Ну и давайте посмотрим на печь. Здесь у нас Искандер Ураган М. Во многих банях вы на наших обзорах эту печь уже встречали. Огромная печка. Сюда где-то 10 или 12 пачек камней мы купили по 20 килограмм. Имеются две паровые пушки. Закрытая каменка. То есть абсолютно уверен, что она угостит вас отменным паром. Также в парной у нас выполнены съемные трапики. И под ними еще одно сливное отверстие. Чтобы можно было прям нагреться. И здесь и окунуться холодной водичкой. Привести себя в чувство для дальнейших процедур. В комнате отдыха вам говорил про ручную работу. И здесь еще такие две стены мы сделали из этих кирпичиков. Которые являются декоративной отделкой и защитой стен от нагрева. Не просто это монтируется, но как обалденно смотрится, по-моему стоит того. Я не помню, сказал или нет, что утепление в этой бане у нас 150 миллиметров по всему кругу. Так захотел заказчик, мы соответственно так и сделали. Ну что друзья, вот такой получился небольшой обзорчик нашей бани на территории Ганинской фермы. Приезжайте, тестируйте, пишите обратную связь в комментариях. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Приезжайте на выставки в Санкт-Петербурге и в Москве, чтобы оценить качество наших бань. Поконсультироваться с менеджером и выбрать баню своей мечты. Не забудьте подписаться на канал. Каталог можно скачать по ссылке в телеграм. Всем пока, до новых встреч.